играть в майнкрафт хотят все и кажется это сделать довольно просто но на самом деле как же много трудностей стоит на этом пути приветствую всех друзьям меня по-прежнему как это не удивительно зовут ндн а и в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу о том какие есть замены и альтернативы этому лаунчеру о котором я рассказал вам в прошлом видеоролике и какие проблемы он создает если вы до сих пор им пользуетесь то обязательно гляньте мое прошлое видео надеюсь я смогу вас переубедить кстати говоря я перечитал все комментарии из прошлого видео и некоторые из них вот они спасибо вам большое и вот специально для вас я делаю это видео отвечая на некоторые из них итак самый популярный вопрос который многие задают это чем иначе пользоваться и через что играть в майнкрафт думаю многие понимают что майнкрафт лаунчеров просто огромная куча но некоторые из них хорошие некоторые нет и здесь хорошо применить совет который я дал вам в прошлом видеоролике думаете своей головой то есть вы вполне можете выбрать любой из них может быть написать свой лаунчер или же обратиться к лаунчеру какого-то проекта но главное не использовать тот которому появилось так много подозрений и так много сомнений в принципе сейчас многие рекомендуют legacy ты лаунчер который является оригинальной версией ты лаунчера он сейчас довольно неплохо работает я сейчас лично им пользуюсь и вроде бы как претензий к нему никаких нет но вообще если вас заинтересует какой-то из лаунчеров то вы можете посмотреть отзывы на него и уже делать какие-то выводы допустим вы выбрали себе лаунчера на нем играете и дальше речь пойдет о заменах различных функций ты лаунчера тоже самая легендарная от них функция мод паков сколько же сообщений нам об этом приходило что мод пайки почему-то не работают а все дело ребят в том то что они плохо сконфигурированы плохо подобраны моды и в принципе они то могут конфликтовать и выдавать различные ошибки в том видео я упомянул то что есть сайт под названием курс форж а вы мне напомнили о том что есть также сайт под названием модринс и именно на эти сайты разработчики модов и мод паков сами грузит свои мод паки и моды а также оперативно все это дополняют и обновляют и то есть если вы будете качать все отсюда то у вас будет минимум ошибок и проблем но я знаю что все мы довольно ленивые и вот специально для нас курс форж создали специальное приложение которое будет за нас собирать нам сборки ну почти это действительно довольно удобное приложение которое просто в один клик позволяет нам скачать любой мод даже не перенося его в папку с модами и при том она возьмет даже и докачает нам специальные дополнения и библиотеки для модов а если вдруг у модов выйдут какие-то обновления то приложение нам об этом сообщит и опять же также в один клик нам позволит их обновить в общем очень рекомендую это приложение но я пока что в нем только разбираюсь но думаю что в ближайшее время выпущу по нему отдельный видеоролик с таким вот гайдом но выйдет он на канал кубачевский чтобы не засорять мой канал то есть обязательно на него переходите хорошо допустим мы с вами разобрались с мод паками теперь что касается вопроса систему скинов это тоже многих волнует ребят в каждом лаунчере должна быть своя система скинов с помощью которой вы можете запросто сменить свой скин но минус эта система заключается в том что ваш скин смогут видеть только те кто тоже использует эту систему да в этом заключается преимущество лицензионного майнкрафта то что ваш скин видят все кто играет в майнкрафт вне зависимости от лаунчера вы можете попросить своих друзей чтобы они тоже использовали эту же систему скинов и все будет прекрасно работать и теперь возникает вопрос что такого есть в ты лаунчере что вы продолжаете им пользоваться то есть сейчас мы с вами все меняем делаем так чтобы все лучше работала и теперь вам стоит нафиг сменить этот лаунчер и тема на этом закрыта да возможно в ближайшее время выйдут видосы по сравнению различных лаунчеров но опять же это будет на канале кубачевском а пока что я надеюсь что я смог вас просветить и переубедить в использовании всякой фигни и пожалуй на этом мы с вами закончим думайте своей головой набирайтесь ума а у микрофона был мдмд на я с вами прощаюсь но прощаюсь вовсе ненадолго всем удачи и до скорого